Всем привет, с вами Кэт Кена, и это очередной выпуск Puzzle English. Давай сегодня поговорим о фразах, которые ты уже знаешь, но я подготовила альтернативные варианты, используя которых ты сможешь разнообразить свою речь. Например, да, сразу тебе пример такой, можно же просто попрощаться, сказать bye-bye, goodbye, bye-bye for now, а можно сказать take it easy, это такой околосленговый вариант, оно тоже означает прощание какое-то. Еще, вместо того, чтобы просить кого-то написать тебе write me, text me, можно сказать hit me up. Этот человек тебя не просит ударить его по лицу, не дай бог, нет, он тебе говорит hit me up later, or hit me up tomorrow, hit me up when you're ready, это все означает, что свяжись со мной, напиши мне. Всем известно see you later, можно сказать так, catch up with you later, тоже хорошая альтернатива, и прикольная фраза, которую можно и нужно знать. Теперь, если ты с кем-то не соглашаешься, you disagree with someone, или ты можешь им сказать, что что-то not in your book, или not in your books, два варианта я видела, и в единственном, и во множественном числе, что это типа не по моим книжкам, не в моих записях, да, если дословно переводить. Теперь, например, тебе кто-то говорит, я вот тут на работе помухлевал, немножко баблишко срубил, как думаешь, нормально, а ты говоришь, not in my book, вообще-то нет, для меня нет. Еще, если вдруг ты такой весь из себя щедрый, или щедрая, ты можешь сказать людям, что I'll pay for it, я за это заплачу, например, в ресторане счет хочешь закрыть, а можешь сказать it's on me, и вот так вот сделать не забудь. Вот эта фраза, она прям сюда, it's on me, и я плачу. Еще, пожелать удачи кому-то можно, good luck, вот мы как по-русски говорим, к черту, да, или что мы говорим? Ну, кто же у нас какие-то есть свои фразочки? Вот вместо good luck можно сказать break a leg, по-моему, я уже как-то рассказывал про эту фразу, и не пугайся, никто тебе не желает сломать ногу, это означает именно пожелание удачи. Как можно спросить, как дела? How are you? Мы все знаем эту фразу. А можно сказать what's up или what's up? Ну, what's up это такое, поколение MTV 15 лет назад, поэтому скажи what's up как нормальные люди. Ты можешь подумать о чем-то, да? I'll think about it, или I need to think about it. А можно сказать I'll sleep on it, или let's sleep on it. То есть русский эквивалент был бы утро вечера мудренее, как мы говорим, да, давай сегодня не будем, сейчас мы поспим с этой мыслью, и завтра все порешаем. Вот это вот I'll sleep on it, let's sleep on it, означает именно это. Еще есть, вот, кстати, обе фразы клевые. To go with the flow, когда ты, ну, как пойдет, да? Вот тебе два синонимичных выражения, которые означают одно и то же, что на месте разберемся. Еще, когда кто-то, кто-то тебе что-то говорит, и ты хочешь им сказать leave me alone, оставь меня в покое, да? Вот мне кто-то скажет, Кэт, а ничего, что у тебя свитер и ногти ярко-неонового цвета, вот слепит глаза, не перебор. Ты говоришь leave me alone, или give me a break. Это означает одно и то же. Оставь меня в покое. Еще ты можешь выразить, что тебе неинтересно, ты в чем-то не заинтересован, но сказать вместо того, чтобы говорить, что I'm not interested, звучит немножко грубовато, да, мне неинтересно. Ты можешь сказать it's not my cup of tea вместо этого. Что бы то ни было, например, тебе скажут, ну что, Джокера смотрел, понравилось, ты можешь сказать not my cup of tea вместо того, чтобы говорить, что ужасный фильм. Или, например, do you wanna go to a Halloween party tonight? Ты говоришь no, not my cup of tea, not interested другими словами. Вот так, таким образом можно разнообразить свою речь, и это, кстати, здорово, когда вместо одного слова ты учишь несколько синонимов или разных способов, как это сказать, чтобы не повторять одни и те же, которые ты тем более уже давным-давно знаешь. Учи английский с Puzzle English и до новых встреч!